Друзья, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. Очередной обзор студийных мониторов мы сегодня для вас приготовили. И это будут восьмёрки от французской компании Pro Dipe. Встречаем модель Pro 8 V3. Для начала, кто они такие, эти самые Pro Dipe? Или Pro Dipe, французы всё-таки. Это компания энергичных и грамотных парней, которые гуляют по азиатским фабрикам, они этого не скрывают, отыскивают оптимальные производственные единицы в области электроники, плюс самые выгодные предложения по рабочей силе, соединяют это всё со своими разработками и благополучно выпускают на рынок товары с биркой Pro Dipe. На сегодняшний день под этой маркой можно увидеть и гитарные комбики, и студийные мониторы, и микрофоны для разных целей, и радиосистемы, и наушники. Кстати, скоро снимем обзор на одни из них. Ну и, конечно же, MIDI-аудио интерфейсы. По-моему, только ленивый сейчас их не выпускает. Что ж, на здоровье. Да и то, что в нынешних условиях создаётся дополнительная конкуренция, это тоже совсем неплохо. Но главными вопросами были, есть и остаются стоимость товара и его качество. И вот здесь товарищи-французы по первому пункту хотят, видимо, очень сильно преуспеть и попросту быть вне конкуренции. И действительно, как они сами рассказывают, они отслеживают все ненужные расходы, которые никак не связаны с самой сутью продуктов, и просто-напросто стараются их отсекать. Что ж, глядя на ценник хотя бы вот этих самых восьмёрок мониторов, в это можно верить. Но смотрите, такая единичка стоит 15 с половиной тысяч рублей. И если вы заглянете к нам на сайт, то увидите, что восьмёрки у нас начинаются с с Behringer по цене 19 990 рублей. Вопрос можно считать закрытым. Однако открытым остаётся второй пункт главного вопроса. Качество. Вот об этом и пойдёт речь дальше. Для начала, как обычно, изучаем внешне, смотрим описание, любуемся управлением и коммутацией, после чего пробуем максимально хорошо их записать, чтобы дать вам хоть какое-то приблизительное представление о звучании. Ну вот и начинаем. 125 ватт мощности нам обещают производители. 90 внизу, 35 вверху. И это всё обеспечивается усилителем класса АБ и динамиками 8 и 1 дюйм. Частотная характеристика указана в границах от 50 до 22 тысяч герц. Кроссовер занимается своей работой на 2,4 кГц. Размер одной колонки 38, 26, 30 сантиметров. Вес 13 килограммов. С управлением и коммутацией всё максимально просто. Ручка громкости, четырёхпозиционный регулятор высоких частот, разъёмы XLR, TRS и небалансный RCA. И всё на этом. Конечно, немного странно то, что нет подстройки низких частот. Ведь обычно такое присутствует на мониторах 8-дюймовых. Но, может, французы на 100% уверены, что с низом тут полный порядок и возможные проблемы нам надо будет искать исключительно в высокочастотном диапазоне. Посмотрим на тесте, который проведём прямо сейчас. Сравнивать ничем не будем, чтобы не рассеивать внимание. Заряжаем оригинал и погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 15500 за колонку. Честно и откровенно, мы готовились совершенно к другому результату. Но то, что мы услышали, это превзошло все самые оптимистичные ожидания. Эти колонки действительно играют, и играют очень и очень здорово. Добавить к этому нечего, разве что нахваливать нам товар, которым мы в принципе не собирались торговать, смысла нет никакого. Но правда есть правда, и если вещь заслуживает внимания, то на неё надо обращать это самое внимание как потенциальным потребителям, так и тем, кто собирается её продавать. Вот как раз-таки эти колонки из этой серии. Искренне рекомендуем, они по праву имеют место быть и в домашних, и в профессиональных студиях звукозаписи. На этом всё, друзья. Всем желаем удачи, смотрите наше видео и всего вам самого доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Вот это да! Да, Дима вот! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok